МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, что пережил офицер Данилов в фашистских концлагерях, мог никто так и не узнать. Сразу после войны негласно были запрещены публикации материала о тех, кто был в плену у фашистов. Не знала о прошлом своего мужа и жена Данилова Аза. Они были знакомы с 1951 года, но поженились только в 1976. Детей у них не было, жили в мытищах. Эта история написана в книге Галины Дениска «Дети войны, дети беды». Вот выдержка из воспоминаний. Однажды они с женой Азой Андреевной сидели в кинотеатре. И перед началом художественного фильма был показ документального о немецких концлагерях, о судьбе генерала Карбышева. И в какую-то минуту он, говорит, вскрикнул, закрыл лицо руками и побежал из зала. Я, говорит, ничего не могу понять, бросилась за ним, догнала его. И он пока успокоился, он говорит, я сейчас видел, показывали концлагерь, в котором был я. Она впервые тогда услышала. На просьбы жены рассказать подробнее он коротко сказал, что дал подписку. Ему строго-настрого приказали не рассказывать о плене, а потом добавил, я все забыл. Но, видимо, не все, если сюжет документального фильма вызвал такие бурные эмоции. Там, среди красот австрийской природы, находилось 16 тысяч обезумевших, измученных голодом человеческих существ. За месяц до этого там было 28 тысяч. Но за 4 недели 12 тысяч умерло от голода, было повешено, расстреляно или забито до смерти. Галина Дениско делала запросы на сайте, где размещена информация о тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Данных о Данилове не было ни в списках, кто попал в плен, ни в списках тех, кто прошел после плена фильтрационные лагеря. Не нашла Галина Алексеевна его фамилию и среди мытищинцев – участников войны. Такое впечатление, что этот человек не хотел, чтобы о нем знали. Даже в институте НИИХИМАШ, где он работал почти 40 лет, никто до самой смерти не знал о страшном периоде его жизни. Умер Модест Владимирович в 1998 году и похоронен на Волковском кладбище в Мытищах. Его жена ухаживала за могилой 20 лет. В апреле 2018-го ее похоронили рядом с любимым мужем. Дневник, документы и личные вещи бывшего пленника концлагеря Галина Дениско планирует передать в Мемориальный музей немецких антифашистов в Красногорске, чтобы сохранить память о незаслуженно забытом воине. Модесте Данилове. Татьяна Горностаева, Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Матищинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин